Вы слушаете канал Жаш.Клаб. Я – Человек. Глава 41. Послы. Ро много думал о том, каким образом враждебное племя смогло приручить животных. Они умели передвигаться на лошадях, но у них были и другие животные, которые, казалось, только и делали, что мирно пощипывали траву. Ро, как мудрый вождь, в первую очередь заботившийся о благополучии своего племени, намеревался выяснить, с какой целью можно использовать прирученных животных для общего блага и как это сделать. Он решил собрать совет старейшин. В хижине Эга собрались, как всегда, сам хозяин дома, вождь Ро, его отец Гэу и дядя Юн. Ро сказал, мы одержали славную победу. Это хорошо, но мы это сделали, потому что объединились с племенем Тука. Никто из нас в одиночку не смог бы победить более сильное племя. Значит, мы сильнее, только когда мы вместе. Для всеобщей безопасности мы должны объединить наши племена. Все дружно согласились. Аэк спросил, ты хочешь объединиться и с враждебным племенем? Разумное ли это решение? Об этом я подумал другое. Мы выберем несколько человек от нашего племени и от племени Тука. Они наши друзья и благодарны нам за помощь. Они с радостью согласятся объединиться. Мы пойдем к побежденному племени и предложим им мир, помощь и защиту. Взамен мы предложим учиться друг у друга. Мы научим их делать копья, а они научат нас приручать животных. Эк задумался. Все с нетерпением ждали мнения самого мудрого старейшины. Наконец, он сказал Ро, возьми больше людей и оружия. Черные могут напасть на вас. Будьте осторожны. Не беспокойся. Эк. Мы сможем за себя постоять. Веди своих людей в новый поход. Вождь. Племя стало готовить охотников к походу. Ро отобрал надежных и сильных людей. Самые лучшие мастера изготовили столько оружия, сколько можно было унести в руках. Самки приготовили еды в дорогу и как следует накормили охотников перед походом. Наконец, пришло время трогаться в путь. Они шли, не торопясь, охотясь по дороге, зная, что им придется ночевать в лесу, прежде чем отряд доберется до племени их друзей, звездочка, звездочка, звездочка. Когда два вождя и охотники, которые успели подружиться между собой, готовясь вместе к предстоящей битве, встретились, это было самым радостным событием в жизни обеих общин. Кроме воспоминаний, сопровождаемых смехом и воинственным потрясанием копий, друзьям было и много чего обсудить. Пока мужчины хлопали друг друга по плечам, а женщины принялись готовить угощение дорогим гостям, Ро и Тук уединились в тени большого дерева, чтобы поговорить. Ро переда. Продолжение читайте на сайте jash.club